По официальным статистическим данным, на территории нашего города проживает 10 432 ребенка школьного возраста. В летней оздоровительной кампании этого года примет участие 8 346 детей, что составляет 80% от общего количества. Как вы считаете, самый хороший отдых для ребенка – это какой и где? На юге, на море. Подальше от Урала. Вот наш бы пруд отреставрировали, можно было бы здесь купаться и загорать. Так приходится ездить куда-то на юг. Конечно, детей надо вывозить, надо максимум делать для того, чтобы дети не жили, не проводили лето на Урале. Но если нет возможности уехать, то, конечно, надо, чтобы они были накормлены, присмотрены, а не дома болтались около своих гаджетов. Ну а мы пока с внучкой дома. А ты будешь заниматься у бабушки? Кататься на велосипеде. Бабушке помогать. У нее тут есть. Тебе помогать. Соседи много друзей. Так что, хорошо? Отлично. А как будешь помогать бабушке? В огороде. В огороде помогает. Поливает. Городской ребенок, ему легче и лучше здесь, да? На природе. Лучше. В общем, он будет лучше. Активный отдых, он всегда был самый лучший. Это даже не обсуждается. И это не важно, где во дворе, у бабушки в деревне или в лагерях. Главное, чтобы на улице, при солнышке, витамин Д. Весело. Допустим, мои дети всегда выезжали в деревню к бабушке. Потому что там целый день они свободны. Мы не за лагеря, короче. Да, мы против лагерей. Мы за свободный отдых. За свободный отдых, да. Но под присмотром, понятно, кого-то из роста. Мнения разные. Но итог один. Ребенок должен расслабляться после года обучения в школе. В этом году форма отдыха, как говорится, на любой вкус и цвет. Управление культуры и управление образованием предложили для юных полевчан довольно обширную летнюю оздоровительную кампанию. Самое популярное направление в каникулярное время – дневной лагерь «Юность» при образовательных учреждениях города. Его посетят 2000 человек. На втором месте – загородное лагеря «Лесная сказка» и «Городок солнца». Туда поедет 1685 полевчан. На третьем месте – санаторно-оздоровительный отдых на Черном море, куда отправится 419 школьников. В этом году появились новые направления. Туристические походы заинтересовали 60 человек. Лагерь труда и отдыха на базе школы номер 8 – 20. Палаточный лагерь при центре имени Натальи Евгеньевны Бобровой стал интересен для 20 ребят. Отдельной строкой стоит отметить экскурсионные маршруты, поездки в другие города, различные сборы. Это так называемые «иные формы отдыха». Так провести свободное время летом решили 4852 полевчанина. В первую очередь путевки выдаются льготным категориям граждан. Это дети-инвалиды, многотетные малообеспеченные семьи, опекаемые, дети работников МВД, прокуратуры, Росгвардии и дети, имеющие родители-инвалида. Один из родителей является инвалидом. Кроме того, определены решением же Думы, что все остальные категории детей, проживающих, обучающихся в Полевском городском округе, они могут получить путевки с 20% родительской платой. В лагере с дневным пребыванием она составляет 1220, в загородном лагере «Лесная сказка» – 4100. Кроме того, ежегодно к нам обращаются родители или бабушки-дедушки, которым привозят внуков на оздоровление летом. Они тоже могут приобрести путевки в загородные или дневные лагеря, но уже за 100% оплату за счет средств родителей. В лагере с дневным пребыванием юность это составляет 6100, в загородном лагере – 20500. Родителей, например, Екатеринбурга такие суммы не пугают, поэтому у нас есть желающие, которые хотели бы оздоровить детей. Их устраивают условия, их устраивают программы, летние лагеря, что, в принципе, радует, что наши лагеря двигаются, развиваются. В этом году у 104 полевских школьников появится возможность провести весомую часть сентября в лечебно-оздоровительном учреждении Урала. По конкурсной программе победил санаторий «Дюжонок», что расположен под Первоуральском. На этой из области было выделено 3 миллиона 96 тысяч 800 рублей. Для наших детей и родителей этот санаторий знаком. Ценно то, что данный санаторий на протяжении нескольких лет подряд является победителем областного конкурса среди детских санаториев. Там очень хорошая лечебная база, организовано обучение детей, отдых и непосредственно оздоровление. Он находится в лесной зоне. Для детей путевки в данный санаторий будет абсолютно бесплатно, включая доставку. На сегодняшний день в очереди на получение санаторных путевок в санаторий Урала стоит 70 детей. То есть 34 путевки у нас еще свободны. Родители могут подойти, обратиться, написать заявление и направить своего ребенка на отдых и оздоровление. В соответствии с требованиями учебный процесс в детском санатории будет организован. Дети будут не только отдыхать, лечиться, но и обучаться. Обучать их будут преподаватели города Первоуральска, школы Первоуральска. Сопровождать наших детей будут педагоги школ Полевского городского округа. Дома, на даче или курорте. Не важно где. Главное, чтобы ребенок был весел, здоров и спустя годы сказал своим родителям спасибо за счастливое детство. Ольга Демьянец, Константин Миронов. Новости твой день.